Всем здарова дорогие друзья! С вами Владислав и канал ноутбук 31. Отпуск к отпускам, но пора переходить к серьезным вещам, а именно к ремонтам. Сегодня у меня для вас полезный видеоматериал с достаточно распространенной проблемой многих видеокарт, а поэтому встречайте! На примере современной видеокарты серии RTX от компании Gainward. Карточка к нам поступила с артефактами на экране и ошибкой 43. Далеко углубляться не пришлось, причина скрывается на поверхности. Это механическое повреждение слота PCI-Express. Вот этого уголка. И в этом видео попробуем разобраться с последствиями не очень аккуратного извлечения, а возможные падения видеокарты. Готовы? Тогда присаживайтесь поудобнее, наливайте чай с лимончиком и погнали, будет интересно. А местами еще и полезно. Друзья, знаете, когда битый час бьешься и пытаешься понять, что же все-таки сломалось? Потом получаешь дикий кайф, когда все наконец-то заработало. И... Да ладно! Вы видели? Он только что прошился. Да? Все, смотрите, все включилось с первого раза. Клиент будет доволен. Это одновременно и интересный челлендж, и польза в плане ремонта техники. Кстати, вот этот навык докапываться до сути и разбираться в тонкостях очень ценится. Например, в профессии тестировщика. Только ошибки ищешь не в железе, а в приложениях или сайтах, базах данных. Поэтому всем желающим работать на передовой технологии, советуем присмотреться к курсу профессия тестировщик от онлайн-университета ProductStar. Вы сможете с нуля научиться тестировать приложения и сайты, и начнете учить язык программирования. Чтобы учесть все ваши пожелания, ребята из ProductStar подготовят программу обучения под вас. А отвечать за комфортное обучение в вашем темпе будет личный ментор. Будете вместе осваивать навыки, прорабатывать ошибки, делать проект для портфолио. А еще он поддержит и замотивирует. Но самое классное – гарантия трудоустройства. Пока вы изучаете курс, с вами работает карьерный центр. Подберут стажировки под ваши интересы, чтобы вы получили первый опыт. Помогут не только с вакансиями и собеседованиями, но и на испытательном сроке. Если работу вам не найдут, вернут деньги. Регистрируйтесь по ссылке в описании или по QR-коду. А по промокоду ноутбук31 вы получите скидку 50% и 2 курса в подарок. Вперед! Сегодня у меня на китайском столе... Всем привет, дорогие друзья! Да, я вышел из отпуска. И да, я хочу начать так называемый новый сезон с видеокарты. Так как я люблю разнообразить контент, то у меня следующий ролик стоял либо сделать ремонт видеокарты, либо два телефона. Ну вот я решил сделать выбор в пользу видеокарт. Я думаю, что вам эта тема больше заходит. Эта видеокарта у нас, ну, скажем так, полуименитого бренда Gainward. И насколько я знаю, это 2060. Хотя на ней никаких маркировок нет от слова вообще. Только номер заказа. Никаких опознавательных знаков, кроме вот этого. PT66SB. Ну, я лично не вижу названия карты. То есть вообще. Это 2060, по-моему, но насколько она, я без понятия. На 8 гигов. Или на 6. Угадал с 8 гигабайтами, но не угадал с названием. А точнее, там есть приставка Super. А значит, это Gainward RTX 2060 Super на 8 гигабайт DDR6 памяти. А чипы памяти здесь установлены от компании Samsung. Ее внешний вид вполне себе достойный. Но невооруженным глазом видно, что это все же китайский бренд. Какие-то непонятные логотипы и иероглифы. Простому обывателю так вообще этот бренд будет казаться подпольным Китаем. Хотя это довольно крупный китайский бренд. Эту видеокарту привез наш подписчик. Он сказал, что она начала артефачить. То есть, видеокарта артефачит. И давайте посмотрим, что с ней не так. Во-первых, на радиаторе есть какие-то следы окислов. Смотрите. Видите? Это не грязь. Это именно как окислы. И второе, что я сразу на что обратил внимание. Это вот кусочек хвостика. Вот этого видеокарты. PCI-Express слот. Он поврежден. Видите? Немножко поврежден. И это сразу же бросается в глаза. И я не могу этого не отметить. Тут хочется отметить тот фактор, что подписчик на этот счет ничего не сказал. Я это заметил при визуальном осмотре непосредственно на камеру. Давайте зафиксируем дефект. А для этого перехожу к своему тестовому стенду. Подключаю эту RTX 2060 через райзер. И не забываю подсоединить дополнительное питание и HDMI кабель. Давайте попробуем включить и посмотреть, действительно ли она артефачит. Синий индикатор загорелся и изображение есть. Давай, дружище. Все, пошла загрузка. Пока я не вижу никаких искажений изображения. Пошла загрузка операционной системы и пока нет никаких намеков на артефакты. Давайте посмотрим в первую очередь, как себя карта ведет в операционной системе. Если есть какие-то искажения, то будем проверять тестом MATS. Вот, бока я не... О, офигеть. А вот и первые искажения. И они налицо. Все, сразу же видим дефект. Какие-то полосы. И вот, друзья, сразу же очевиднейший дефект. Это полоса вверху экрана. Перехожу в диспетчер устройства. Давайте посмотрим, поставился ли драйвер. Ага. Нифига, это у нас 2060 супер. Да, это у нас система остановила это устройство. Ошибка 43. Система успешно установила драйвер, но изображение мутное. И ошибка с кодом 43. Код ошибки 43, это как чек в автомобиле. Ругается буквально на все, что только может. Дефект зафиксировали. И теперь следующий этап, это проверка видеопамяти тестом MATS. Далее вставляю флешку с матсом в USB порт. Ну и давайте посмотрим, по каким каналам памяти у нас ошибки. Очевиднейший дефект сразу присутствует, что радует безусловно. Не придется гадать, как на кофейной гуще. Давайте перенесемся сразу же на результат. Все, фейл. И канал А0 у нас под вопросом. Итак, у нас ошибки по одному из каналов видеопамяти. Это А0. Остальное все по нулям, а значит без ошибок. Дефект зафиксировали. Давайте теперь приступим к разборке. Выкручиваю 6 крепежных винтов по периметру. При помощи электрической аккумуляторной отвертки. Задарил меня подписчик. И располовиниваю эту видеокарту на 2 части. Делаю я это в последнее время исключительно руками. Ну и давайте посмотрим, что же там внутри. Так, ну что, смотрите, термопрокладки все качественные. Термопаста уже давненько не менялась. На дермосах тоже хорошее охлаждение. В общем, претензий к охладу нет, кроме вот этих потеков. То есть, небольшого кисел радиатора. На этом все. Так, здесь что у нас? Много пыли. Следов пайки я не вижу. Но мне кажется, что вот как раз таки у нас есть изогнутость. Смотрите. При осмотре текстолита поближе прекрасно видно, что в конце, ближе к хвостику, есть изогнутость. Она небольшая, но есть. И это важно. Скорее всего, именно из-за этого крайняя банка и пострадала. Вытираю пересохшую термопасту при помощи своей старой футболки. И осматриваю кристалл видеочипа на наличие сколов. Здесь установлен видеочип TU106-410A1. Один из самых распространенных видеочипов 20-й линейки. Для того, чтобы далее было приятнее работать с картой, очищаю ее от пыли. Так, друзья, у нас явно и очевидно нужно снимать вот эти обе банки памяти, так как у нас здесь механическое такое было воздействие. И смотреть, что под ними. Может быть, придется еще восстанавливать пятаки, так как по-любому будут обрывы. Так что нас ждет непростая работа. Плюс вот эту наклейку надо аккуратненько снять. У нас ошибки по каналу А0. А здесь у нас отчет идет А1, А0. То есть вообще вот эта банка. Техническое задание поставлено. И давайте приступим к работе. Перед любыми манипуляциями делаю замеры сопротивлений. Сейчас меня интересуют только показания видеопамяти Samsung. 26,8 Ома, что является адекватным сопротивлением видеопамяти. Выпаивать видеопамять буду при помощи нагревателя от компании ThermoPro, то есть нижнего подогрева. Низ выставляю 300 градусов и подогреваю карту. Далее при помощи термофена поддуваю на наклейку и аккуратненько ее отклеиваю. В основном я это делаю металлической тупой лопаткой. Готово. Наклейка снята без повреждения. Теперь дело за съемом или демонтажем банки видеопамяти под позицией А0. Но я же прекрасно понимаю, что и соседняя банка могла пострадать. А поэтому мои мысли сейчас борются друг с другом. Снимать вторую или нет? Готово. Банка А0 демонтирована. Ну да. Давай, наверное, вторую тоже будем приболить. По-любому. И увидя, что творится под ней, мое решение очевидно. Второй модуль видеопамяти также решил снять. От греха подальше. Нужно глянуть, что тоже под ним. Так как под первой банкой А0 у нас все очень печально. Готово. Обе банки видеопамяти успешно снял. Давайте теперь осмотрим посадочные места. Посадочное место М11, особенно в нижней части, в плачевном состоянии. Много вырванных пятаков с видеопамяти. И даже уже видны отсутствующие на текстолите. Под банкой М12 все лучше. Но явно, что мы этот модуль демонтировали не зря. Давайте уже взглянем на саму видеопамять. У нас получается, да, и здесь у нас проблема точно была в банке М11. И здесь неизвестно по ходу оторванные пятаки. Для того, чтобы лучше осмотреть и то, и другое, перехожу под свой аналогово-цифровой микроскоп. Ну и давайте посмотрим все это дело поближе. У меня, конечно, видеокамера айфона хорошо передает. Но цифровой микроскоп есть цифровой. Оба модуля видеопамяти в плачевном состоянии. Я сначала подумал, что все обойдется простым реболом. А на деле пятаки вырваны с корнем. И видеопамять восстановлению не подлежит. Печально. Почему не подлежит, спросите вы? Да потому что восстановить полноценно пятак на видеопамяти будет очень сложно. И в этом случае я выбрал единственное верное решение. Это заменить эту видеопамять на новую. Так, друзья, в общем, посмотрел я под микроскопом состояние видеопамяти DDR6 Samsung. И у нас одна банка в хламе. Вот не зря я ее снял. Вторая, скорее всего, тоже под замену. Так как есть несколько оторванных пятаков. На вторую банку тест сильно не ругался. Видимо, она будет задействована, ну, когда будет нагрузка. И эта проблема бы выскочила в любом случае. Поэтому эти два модуля памяти необходимо было демонтировать. Я буду их менять. Давайте теперь посмотрим на состояние текстолита. То есть посадочного места. В первую очередь осматриваю место под позицией M11. Здесь осталось множество пятаков, оторванных от видеопамяти. И пока не очевидно, есть ли оторванный от текстолита. А второе посадочное место чуть почище. Такое впечатление, что здесь все нормально. Хотя нет, при приближении уже пара оторванных пятаков под M11 виднеется. Вот сейчас буду зачищать дорожки и смотреть, какие оторваны, какие нет. И в случае оторванного пятака придется восстанавливать. Далее наношу немного флюса NC559. И убираю без свинцовый припой при помощи паяльника. После снятия основной массы припоя работаю медной оплеткой. Далее очищаю посадочные места от флюса и грязи. И давайте теперь осмотрим состояние посадочных мест. Четыре пятака так или иначе оторваны. Раз оторваны, то держались на соплях. Два из них пустышки и это хорошо. Восстанавливать не придется. А вот еще два задействованы. Об этом нам говорит подходящая рядом дорожка. И именно эти два пятака в обязательном порядке придется восстановить. На всякий случай взглянул под микроскопом под ближайшую соседнюю банку памяти. И здесь все нормально. Она точно не пострадала. У нас вот такая ситуация. То есть вот под правой банкой А0 у нас четыре оторванных пятака. Среди них два пятака это пустышки и два задействованных, которые придется восстанавливать. У нас банка, ну посадочная площадка не пострадала. Приступлю к восстановлению дорожек и уже потом будем ставить новую память. Приступим к ремонту. При помощи острого стоматологического скальпеля зачищаю маску дорожек, подходящих к оторванным пятакам. Очищаю все это дело. Используя очень тонкое жало паяльника от компании Термопро, залуживаю оголенные места для того, чтобы потом к ним подпаяться. Далее беру медную проволочку. Я предпочитаю взять одну жилку с медной оплетки. И подпаиваю ее в форме спирали. Вот таким вот образом. Да, в Китае есть уже готовые пятаки для таких работ. Так сказать, для ленивых. Но мне так больше нравится. Так, в общем-то все. Восстановил я оба пятака. Закрученные такие две спиральки. Очень мелко все, но реально. Можно восстанавливать лаком для ультрафиолета. И можно припаивать назад панку. Следующим делом ультрафиолетовым лаком пайку нужно закрепить. Готово. По итогу это выглядит вот так. Осталось только готовый пятачок залудить. И дело в шляпе. Все. Готовые места восстановлены. И теперь можно устанавливать новую видеопамять. Новая видеопамять от компании Samsung у меня конечно же есть в наличии. Кто бы что не говорил. Но пока за все время ни одного возврата или каких-либо проблем с памятью не было. Майнеры клиенты не дадут соврать. Далее наношу немного безотмывочного флюса. Flux+. И устанавливаю два новых модуля видеопамяти на свои новые места. Тем же термопрофилем запаиваю. Низ 300 градусов, вверх 330-350. Готово. Обе банки видеопамяти успешно установлены. И оцените пожалуйста качество пайки. Отмываю все это дело от флюса. Ну и давайте проверять. Но в первую очередь необходимо замерить сопротивление. И убедиться, что новая видеопамять у нас не в КЗ. То есть под ней нет слипшихся пятаков. Сопротивление видеопамяти в пределах нормы. Отлично. Давайте теперь проверим. Есть ли в этом какой-нибудь положительный результат. Или я снова потерплю фиаско. Так все готово. Дорожки я восстановил. Память установил новую. И теперь можно включать. Поехали. Так. Так все картинка есть. Смотрим. Пока нет никаких искажений. Так сейчас сразу проверяем тестом МАЦ. Так. Ну пока. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока изображение чистое. Опа. Все четко. Да. Все заработало. Прикидываешь? Все заработало. При тесте программы МАЦ уже есть изменения. Нет искажений. И теперь только осталось дождаться окончания. Все. Тест прошел. Есть. Тест пройден. Пас. Зеленый индикатор. Получилось. Все. 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 Банки встали. Теперь встанет ли драйвер. Это знаешь такая любимая фишка. Тест пройден на ура. И меня это не может не радовать. Все манипуляции увенчались успехом. А тем, кто желает мне сменить профессию или перестать заниматься ремонтом видеокарт, идите лесом полем. Я сам решаю, чем я буду заниматься. А тем, кто поддерживает, выражаю глубокий респект. И дальше обещаю вас радовать интересным и полезным контентом, в том числе игровых ноутбуков, телефонов, планшетов и прочей техники. А у меня остались мелочи. Это нанести новенькую термопасту на кристалл GPU наподобие MX4 и аккуратными ровными движениями по кристаллу размазать. Термопрокладки в хорошем состоянии. Я их просто вытираю от пыли. Собираю видеокарту в обратной разборке последовательности. Ну и давайте проверять ее полноценно. Подключаю видеокарту RTX 2060 от Gainward к своему тестовому стенду. Первый тест Superposition. Нагружает видеопамять. Искажений или артефактов я не наблюдаю. Синих экранов тоже. Хорошо. Тест пройден успешно, а количество баллов меня порадовало. Также еще нужно пройти общий тест на нагрузку при помощи волосатого бублика. И здесь тоже вопросов нет. По итогу дополнительных каких-то дефектов я не нашел. Карточка работает стабильно, не выключается и отлично. А что еще нужно для счастья? Жаль, что у меня нет времени поиграть в настоящие игры. Да мне это и не интересно. Я больше люблю чинить. Это для меня и есть настоящая игра. Ну и на этом, к сожалению, это видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь было интересно и полезно. Еще увидимся на уже в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok